Привет всем из Франции! Ну что, наступил, наверное, для меня исторический момент, для меня и моих болельщиков. Наверное, я всё-таки сниму этот плод. Плод, конечно, большой. Вот показываю тем, кто спрашивал, бреба или осенний плод. Вот видите, рис ниже находится. Так что это у меня не бреба. Но бреба было много. К сожалению, бреба осыпалась. То есть это плод у меня второй волны. То есть вот так как это растение у меня не спало зимой, находилось на тёплой светлой веранде, отапливаемой, то, в общем-то, это будет уже третья волна. И если донесут тепло, то эти плоды могут выжарить. Плод ещё не совсем мягковат. Можно было повисеть пару дней, чтобы он хороший окрас набрал внутри цвет полный. Но тут кружат птицы над ним. И очень уж мне хочется его целеньким снять. Поэтому, наверное, давайте снимем. А потом уже чуть-чуть простим ему, если окрас будет не очень яркий внутри. Вот снимаю. Да, довольно сложно оторвать. Довольно сложно. То есть повисел бы он ещё пару дней. Ну, вот такой красавчик на моей ладони. Ну, не знаю, 90-120 грамм. Стол где-то примерно так. Конечно, взвесим его. Покажу на весах, что он выкинул. Ну, и хочу вот рассказать про азборн проливки. Его мы уже едим. Вовсю. Что мне в нём нравится, так это то, что он не одновременно созревает. То есть вот вчера я четыре плодика сорвала. Вот. И этот плод оставила, потому что он не очень мягчил. И сегодня, видимо, он ещё будет не готов. И может быть, что-то здесь ещё надуется. Это из того, что мы сейчас начали кушать активно. Вот там надувается. Видите, наверное. То есть сорт очень урожайный. Я им довольна. Вот. Может быть, не на высший балл вкус. Но такой, как мой муж, которому сахаров нельзя. Он такой не очень-то... Не очень ценит сладкие сорта. То вполне подойдёт. Так, ну, из того, что активно кушаем сейчас, это Рон де Бордо, разумеется. Это один из ранних сортов. Но в этом году у меня позже, чем Мадлина двухсезонная. Мадлину двухсезонную мы давно съели. Я снимала видео. Просто у меня не было возможности, не было свободного времени загрузить. Может быть, зимой от нечего делать. Я соберу в сборное видео. Ну, вот сигара. Сигара зреет. Листья все повреждены от влаги этой ржавчиной. Вот сигара зреет. Думаю, тоже дня через три будем кушать. Одну сигару я съела из основного урожая. Она была не очень красивая, поэтому я даже видео не снимала. И отвечу сразу на вопрос. У нас был коммент под моим постом в группе. В чем разница, мол, одинаковая? Ну, вы смотрите, как можно такие листья назвать одинаковыми. Вот причем на этом рассе не все листья такой формы, как видите. А на этом вот такой фуэри. По наше вот такой лист. Видите, разница листовой пластинки. Вот обе рядом. Вот в этом и разница. Ясно, что это различные сорта. Ну, что из того, что еще у меня зреет на данный момент? Ну, вот думаю, что зафира от Франческа Ларуса начинает надуваться. Вот интересно, что получится. Ну и пока все, по-моему, остается. А, ну и кодота зреет. Ну, кодоту я покажу попозже, когда полностью созреет, потому что у меня просили лист показать кодоту. Я уж тогда сниму плоды и лист. Покажу это одновременно. Ну, и вчера вот мы съели крупный-крупный плод от Николапарин. Паринасу от сорта. То есть, в итоге я два плодика уже сняла с этой ветки. Вот третий надувается. Очень урожайный. Так, у нас еще с Никой идет разговор о сортности. Мы подозреваем, мы сейчас говорим о двух сортах. То есть, он попросил меня снять все плоды созревающие, потому что могут быть различные цветы, мякоть. И потом он сделает выбор. Ну, два сорта конкретно у нас на подозрении, так сказать, в кандидатах. Ну, вот и все. Я хотела показать флоринду. Сейчас пойду в дом, ее разрежу, покажу вам мякоть. Извесим. Ну, вот я нахожусь на балконе. Вот, пожалуйста. Так, сейчас 0-0. 100-110. 110 грамм, давайте скажем так. Так, ну что я скажу? Что плод, он твердоват. То есть, он явно бы два дня еще висел. Вот, твердоват. Вообще не проминается. Поспешила я несколько. Ну, и вот так плод выглядит внутри. Вижу, что соку много. Сочный. Вот такой цвет. По-моему, он должен быть более янтарный. Такой красавчик. Так, сочный. Внутри, видите, нет никакой полости. То есть, полностью наполненный, туго забитый плод. Вот, пробовать я буду чуть позже, во время ланча. Поэтому сейчас свои вкусовые, вкусовую оценку не дам. Я жду мужа. Он поехал в ветеринарку, повез нашу собачку. А потом, значит, мы вместе попробуем с ним. Я скажу вам. Или сниму отдельное видео, или просто напишу в комментарии, в названии видео. Ну, конечно, ожидание оправдал. Самое главное для меня было узнать, самоплодный это сорт или нет. И все-таки через много неудач мы прошли. Во-первых, это второй саженец. То есть, черенки я покупала, они выросли. Пересортится из черенков. Затем мне прислали саженец. Вот, все плоды в прошлом году осыпались. И в этом году вся бреба осыпалась. Поэтому для меня важно было убедиться о его самоплодности. Что, в принципе, я и сделала. И в дальнейшем буду вам показывать, как зреют плоды третьей волны.